добрый день лекция посвящена микрофлоре растительного сырья так и мы говорим с вами о микробах которые обитают на поверхности растений это может быть нормальная микрофлора и это может быть еще и фитопатогенная микрофлора нормальная микрофлора может обитать в пуче и может обитать на поверхностной части растений вот корневые микробы которые обитают в почве такие как грибы и вот эти вот эпифитная флора которая находится на надземных частях растений эпифитные микробы являются антагонистами фитопатогенных бактерий защищая растения от заболеваний по качественному составу она довольно однообразно типичными ее представителями являются псевдомонос эбриколь аурум и псевдомонос лоресценс и реже бацмис мизинтерикус а заселенность микробами растений зависит от условий произрастания времени проверки растений их высоты и целостности так растения оккультуренных почв содержит большое количество микробов чем растения лесов и лугов осенью на листьях обнаружится больше бактерий чем ранней весной верхние листья содержит меньше микробов чем нижние на которые бактерии попадают из почвы вместе с капельками влаги подскакивающимися земли во время дождя и особенно сильно заселены микробами растения произрастающие на полях орошения свалках местах лопса скота и в этих растениях могут содержаться патогены для человека микроорганизма срезанные сорванные растения необходимо сразу подвергать обработке так как они являются хорошей средой для размножения микробов на высушенных растениях жизнедеятельность микробов значительно снижается и многие бактерии погибают от фуфитопатогенные то есть болезнетворные для растений бактерии это род ирвения это пектобактериум псевдомонос ксанту монос ризобиум и коринобактериум и агробактер возражение растений распространение бактериозов заболевания вызванные бактерии называется бактериозы проходят через зараженные семена почву грунтовые воды воду дождевых капель через насекомых в некоторых случаях через воздух бактерии могут проникать в растение через устица черевички нектарники и так далее так инфекционные болезни растений бактериального происхождения бактериозы вызываются фитопатогенными бактериями различают местные и общие бактериозы бактериозам относят различные виды гнилий бактериальной пятнистости ожоги увядания и опухоли к вирусным болезням растений относят мозаичные болезни желтухи болезнь увядания карликовость закукливание различают также микофитозы то есть гриб грибковые заболевания например фузариозы гнили аскофитозы головни и многие другие конфекционным болезням растений относят актиномикозы вызываемые актиномицетами проникновение бактерий в ткани растений до некоторой степени сходно с проникновением бактерий в животные ткани особенно когда тогда когда это сопровождается выделение микробами ферментов ферментов растворяющих межклеточные вещества и ядовитых веществ которые убивают клетки либо уменьшают их сопротивляемость микроорганизм при этом клетки мацерируются и отслаиваются друг от друга что облегчает бактериям или грибам доступ внутрь растительных тканей такие бактериозы называются паранхематозными а путь распространения бактерий интрацеллюлярным межклеточным межклеточным многие бактерии распространяются и размножаются в сосудистых пучках особенно в ксилем на их части сосуды как бы закупориваются бактериями и растению увядает такие заболевания называются сосудистыми увядание растений объясняется также действием ядов наделяемых микроорганизмами третья группа бактерий при поражении растений образуют опухоли развитие бактериоза характеризуется возрастающей интенсивностью поражения связанной с размножением активностью и распространением возбудителей по клеткам характер поражения может быть ограниченным местным если у растения активизируется защитная реакция действия кислительных ферментов и отмирания и выпадения зараженных клеток и тому подобное по совокупности анатомических и физиологических изменений определяют тип болезни сухая и мокрая гниль размягчаются и разрушаются отдельные участки ткани растения за счет деятельности бактерий рот пекты бактером и грибов аскомицетос и несовершенные грибы камеди смола слези сечения чаще вызывают бактерии роды и рвение и грибы аскомицетос наблюдают лиственных и хвойных деревьев деформация проявляется в изменении формы органов искривления побегов курчавость листьев карликовое снести поражение грибами аскомицетос и несовершенны грибы или вирусами семейства реуверидов по желтению увяданию засыхания чаще вызывают грибы несовершенные фунги имперфекции реже бактерии рот канинобактерии может носить неинфекционный характер чернь на листьях и побегах появится черная пленка вследствие развития грибов или бактерии роды и рвения весьма и метла образование побегов из спящих почек вызывают бактерии род резубиум или грибы класс аскомицетос и вирусы ожог листья молодые побеги цветы плоды буре чернеет возбудителем ожога является бактерии роды и рвения язвы проявляются в виде углублений часто окруженных наплывом вызываются бактерии роды и рвения грибами механическими повреждениями и пятнистость некоторые бактерии а вот все дома у нас грибы класс аскомицетос и не совершенно вызывает образование разного цвета форм размеров пятен на листьях плодах и семенах мозаика листьев на листьях появляются бледно окрашенные пятна чередующиеся с нормально окрашенными участками вызываются вирусами вез мозаичные болезни табака опухоли местные увеличения ствола и корней корневищ в виде наростов сдутий и утолщений за счет гиперплазии клеток эти заболевания вызывают бактерии агробактерику и грибы ученистая роса на листьях и побегах возникает белый налет который является средством размножения грибов аскомицетос для борьбы с витопатогенными микроорганизмами проводят следующие мероприятия биологические в лечении антибиотиками селекция гибридизация возделывания выносливых растений физико-химические удаление больных растений сжигание листьев дезинфекция семян и посадочного материала дезинфекция почвы опрыскивание растений химическими веществами очистка и обработка семян уничтожение переносчиков возбудителей болезни обитающих на растениях карантин и защита от завоза больных растений лекарственное сырье загрязняется никакой во время сборки сушки и замельчения упаковки и хранения а мероприятия по борьбе с бактериозами растений обеззараживание почвы а предупреждение распространение болезни с пораженных растений соседней здоровой удаление пораженных растений уничтожение насекомых распространяющих микробы основные профилактические мероприятия предупреждение заражения семян для чего производит их геймическое физическое и биологическое протравление растущие растения опрыскивают и опыляют фунгицидами однако следует помнить что помимо возбудителей болезни растений существует большая группа бактерий постоянных обитателей почвы которые также могут вызывать заболевания поэтому для правильной организации мер борьбы необходимо знать особенности жизни возбудителя бактериозов в природных условиях лекарственное растительное сырье может обсеменяться микробами на всех этапах заготовки хранения и хранения сбор первичная обработка сушка измельчение упаковка обсеменение возможно и при приведении сырья в стандартное состояние получение резаного сырья растительного порошка а также при приготовлении брикетов гранул и таблеток порчи сырья происходит в первую очередь при повышенной влажности которая способствует размножение гнилостных некробов что приводит к изменению фармакологических свойств растений в аптеке сырье в аптеку сырье поступает уже в измельченном виде и поверхность обсеменения увеличивается поэтому требуется строго соблюдать условия хранения и проводить бактериологический контроль предусмотрены специальные инструкции по правилам хранения аптечного лекарственного сырья и соблюдению санитарного режима микроорганизмы могут попасть и в лекарственные препараты изготовлены изготавливаемые на формате в чешских заводах и в аптеках на заводах помимо обязательного соблюдения санитарного режима при производстве препаратов проводится бактериологический контроль каждой серии выпускаемой формы препараты подлежащие паранатеральному видению должны быть абсолютно стерильными в порошках некоторых таблетках допускается наличие микробов однако количество их не должно превышать предусмотренные нормы для каждой формы лекарств особого внимания требует требуют приготовляемые в аптеках водные настойки отвары которые легко обсеменяются микробами поэтому срок хранения ограничен источниками инфицирования лекарственных форм служит вода недостаточно простерилизованная аптечная посуда пробирки воздух производственное помещение и руки работников аптеки поэтому сейчас у нас роспотребнадзор постоянно осуществляет бактериологический контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима исследование микрофлоры воздуха фасовочных помещений аптек уявление санитарно показательных микробов на руках персонала и оборудования инфицированности лекарственных сырья и всех готовых лекарственных форм определение микрофлоры лекарственных формах при исследовании лекарственных форм осуществляют первое определение общего микробного числа микробная обсемененность это общее и потом идет уже выявление санитарно показательных микробов как определение бактерий группы кишечной палочки определение дрожжевых и плесневых грибов и определение условно патогенных и патогенных микробов общее микробное число о м ч вот это количество микробов содержащихся в одном грамме или миллилитре препарата определяется по числу выросших колоний определение общего числа грибов определение общества грибов проводят на твердой среде собора на которые засевают 0 5 миллилитров цельного или разведенного 1 10 препарата пассивы инкубируют при 24 градусах цельсия в течение пяти суток затем подсчитывают число выросших колоний и определяет количество грибов в одном миллилитре или в одном грамме препарата то есть методика стандартная он определение общего числа бактерий или грибов на один грамм или на один миллилитр вот для что такое методика определение общего количества бактерий вы будете на занятиях это делать вот такая методика примерно так один миллилитр препарат разведенного 1 10 вносит в каждую двух пробирок с четырьмя миллилитрами расплавленного и охлажденного до 45 50 градусов цельсия мпа чтобы не убить микробы температура должна быть не выше 50 градусов цельсия с другой стороны не ниже 40 иначе агар затвердеет поэтому вот именно это очень важно 45 50 нести микробы перемешать и вылить в каждую из двух чашек петре с 15 до 27 миллилитрами этой же среды предварительно разлитые застывшие сверху на агар быстро покачиваем чашки равномерно распределяет верхний слой дает ему застыть чашки инкубирует при 37 градусов 5 суток зачем подсчитывать число бактериальных колоний находят среднее арифметическое для двух чашек и высчитывают количество бактерий в одном грамме или в одном миллилитре образца для получения достоверных показателей учитывать только те чашки на которых выросло менее 300 колоний если число колоний больше делают ряд дальнейших последовательных разведений один на сто один на тысячу и выбирая для посева наиболее подходящие разведение то есть если микробов слишком много то подсчет колоний невозможен поэтому приходится отсчитывать колонии выросшие при посеве разведения потом умножать на число разведений для того чтобы пересчитать на один грамм один миллилитр определение микробной обсемененности растительного лекарственного сырья вас оптических условиях стерильной чашки петре обожженными ножницами пинцетом из листа или верхнего слоя корневища вырезает кусочек площадью один квадратный сантиметр который помещает в пробирку с 10 миллилитрами стерильного физраствора и взбалтый течение пяти минут из полученного слоева готовят четыре десятикратных разведения один десяти один на сто один на тысяч один на десять тысяч для посева а в связи с большой обсеменностью растительного сырья используют два последних только разведения именно один на тысяч один на десять тысяч стерильную чашку петре вносит один миллилитр смыва после чего в нее наливают 15 миллилитров расплавного и остуженного до 45 градусов цельсия м по перемешивают и после застывания агара посева инкубирует при температуре 37 градусов цельсия 24 48 часов производит подсчет творожных колоний на поверхности и в глубине агара полученное число колоний следует умножить на степень разведения к качественным отделением условно патогенных и патогенных микроорганизмов в определение патогенных стафилококков определение патогенных стафилококков производит после умножаясь на желточно солевой агар если вы помните на этой среде hobien из стафилококкя вызывают расщепление Продолжение лецитина, проявляющегося в образовании вокруг колонии, помутнение с радужным венчиком и выделенную чистую культуру, следует наличие плазмы коагулаза. Ферменты плазмы коагулаза делают посев на плазму крови. 2. Определение бактерий семейства энтеробактериации. По нескольку родов тут может быть и шерехи, и сальманы, и лошекела. Посев лекарственных средств производят на среду эндо и висмоцульфитный агар. 3. Идентификацию энтеробактерий осуществляют следующим образом. Если в образце обнаружены граммы отрицательные споровые палочки, дающие отрицательную реакцию на цитохромоксидазу, ферментирующие лактозу и восстанавливающие нитраты и нитриты, исследуя препарат, содержит бактерии семейства энтеробактериации. 4. Выявление псевдомоноса эурогеноса. Осуществляют на среде с глицерином. Синегнойная палочка на этой среде образует зеленоватые флоресцирующие колонии, выделяющие в среду семизеленый пигмент. 5. Выявление протея. Протея обладает ползучим ростом, поэтому выделение протея производят посевом конденсат на скошеный агар Пошукевич. Посеют материал в конденсационную воду и в вертикальном положении устанавливают вверху со скошеным агаром термостат и через сутки при наличии роста скошенной поверхности делают вывод о наличии протея. 4. Форма выпуска лекарственных растений в аптеках. 5. Настуи и отвары. Это водные вытяжки из растительного сырья или водные растворы специально для этой цели приготовленных экстрактов. Для приготовления настоев и отваров измельчают листья, цветки и травы до частиц размером не более 5 мм. Стебли, кору, корневища и корни не более 3 мм. Воды и семена не более 0,5 мм. Настойки изготавливают способами настаивания, вытеснения или путем растворения экстрактов. Сборы лекарственной чаи. Эти смеси нескольких видов врезанного или крупноизмельченного сырья. Экстракты представляют собой концентрированные вытяжки из растительного сырья. Для экстрагирования растительного сырья применяют воду, спирт, различные концентрации, реже эфир и другие растворители. В некоторых случаях к растворителю добавляют кислоты, щелочи, глицерин, хвороформ, экстракты. Изготавливаются как настои, способом настаивания, вытеснения. Сиропы. Это густоватые, прозрачные, сладковатого цвета жидкости для внутреннего употребления, имеющие в зависимости от состава различный вкус и запах. Так, лекция закончена, но я давайте сейчас вас проверю, хорошо? Слышите вы меня, да? Отлично. Давайте я вас проверю. Асадулина Алсу? Я здесь. Асадулина Ильсия? Ильсия Асадулина. Ее нет. Так, Бекчин Таева у нас. А ее нет? Нет. Гарипова Диляра. Гарипова Диляра, вы здесь? Нет. Ксенофонтова Дина. Я здесь. Хорошо. Как бы они тут есть, да? И даже меня не слышат. Ой, как интересно. Понятно. И пошли на Ухунчайпиде. Хакимова Зиля. Не откликается Юль Спиридонова. Не откликается Хаярова Ильгина. Подожди. Хаярова Ильгина. Не откликается Цыганова Катя. Ладно, не откликается. Шаях Метман Илья. Тоже не откликается. Шигапова Нурзиля. Я здесь. Ну и ладно. Так, Якупов Фаннур. Вот он. Я здесь. Слава тебе, Господи. Теперь смотрите, ребята. Отметьте, пожалуйста, Асадульну Ильсию. И Хакимову Зиля. У меня микрофон не работает. Ой, да ладно. Так, Асадульна Ильсия. Еще кто? Хакимов Ильсия. Ой, девочки, проснулись. Так, идите на портал. И отвечайте там на тесты. Я дала вам три часа времени там ответить на тесты к лекции. Хорошо? Вопросы есть? Вопросов нет. Посещаемость лекции. Это всем на тесты нужно ответить? А? Это всем? На портале. Вот там, где, знаете что, КДО для фармации. Вот вы когда раньше проходили микробиологию, вы заходили в микробиологию фармации. Там вот после весеннего семестра найдете кусочек, стоит вот этот вот электив, микробная частота. Амина, вот поищите, найдете первую лекцию, тесты и ответите. Хорошо? Кто на тесты не ответит, тот на лекции не был. Хорошо? Хорошо. Амина, всем скажите, пожалуйста. Это не то, что вот как они сделали. Я тут отсидел, я свою фамилию выставил. Кто на тесты не ответит, того на лекции не было. Хорошо? Хорошо. Все. Вопросов нет? Вопросов нет. До свидания. Продолжение следует...